И вот сейчас с нами на связи Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины. Сергей, здравствуйте вам. Да, здравствуйте, коллеги. На самом деле уже состоялась пресс-конференция, слушал ваш эфир. Она уже состоялась. Единственное, что по соображениям безопасности сейчас в прямом эфире ничего не транслируем. Ну понятно, поэтому мы не знали, завершилась она или нет. Значит, она благополучно прошла, да? Сергей. А, это у нас мы немного потеряли связь. Ну ничего, давайте вот буквально... Да, я здесь. Да-да, на секунду зависла связь с вами. Так что было на пресс-конференции самое интересное, самое важное? Самое важное было, наверное, то, что Урсула фандерляйен прямо в присутствии журналистов передала Владимиру Зеленскому вот этот вот формальный опросник, который является следующим формальным шагом на пути к Евросоюзу. То есть Украина заполняет этот опросник, потом передает назад в Еврокомиссию, в европейские институты и уже там по результатам, по ответам из этого опросника оценивают готовность страны к вступлению в Евросоюз. Ну это следующий такой формальный шаг на пути в ЕС. Сказала Урсула фандерляйен, что обычно заполнение этого опросника и рассмотрение потом заполненных ответов занимает годы, но так как у нас процедура особенная и вообще ситуация особенная, исключительная, то будут стараться успеть за недели. Сколько недель понадобится, непонятно, но недели это уже не годы. Скажите, Сергей, что говорилось по поводу каких-то новых шагов, направленных на поддержку Украины Европейским Союзом? Новые санкции, новые деньги, новые поставки, что? Да, значит, что касается санкций, санкции о новом пятом пакете санкций стало известно, о принятии пятого пакета санкций стало известно сегодня утром, поэтому в этом плане ничего нового я уже не скажу, потому что информация вся прозвучала сегодня утром. Да, новые деньги еще, насколько я понял, еще миллиард выделяет Европейская комиссия на помощь Украине, разное и прямое бюджетное финансирование, и макрофинансовая помощь, так что еще минимум 1 миллиард. А еще минимум об 1 миллиарде стало известно вот в ходе пресс-конференции, которую, я надеюсь, вы совсем скоро увидите. Мы уже отдали соответствующие виде материалы, и там уже все увидите, все детали. Сергей, есть такие, знаете, сигналы, которые греют душу, посольства возвращаются в Киев? Абсолютно верно. И представительство Европейской комиссии тоже возвращается в Киев, об этом тоже объявили. Так что это дополнительный хороший сигнал о том, что столица возвращается к более-менее нормальной жизни. Хотя что такое понятие нормальность в этой ситуации? Да, Сергей, ну не можем не воспользоваться случаем, не спросить у вас, как президент? Как, в каком он настроении, что помогает ему держаться, и как в целом проходят его будни, когда это не касается больших международных встреч? Ну как, президент работает, получается, без выходных и без отдыха. У него, конечно, священная и благородная миссия, да, быть примером стойкости для всех остальных и непоколебимости. Это огромный груз ответственности, который лежит на его плечах. А так же, как я уже сказал, работа без выходных, без отдыха, 24 на 7. Ну вот, считайте, с 23 февраля, хотя такой напряженный период начался намного раньше, и выходных и до этого было немного. Сейчас их вообще нет, вообще нет отдыха. Президент, ну, держимся, держимся, президент держится. Сергей, после сегодняшнего известия, да, из Краматорска мы видели эмоциональное сообщение Владимира Александровича. Ну и в целом, я думаю, что многие наши коллеги наблюдают, что эмоциональный тон и фон, ну, он уже, он далеко неформальный уже стал давно у президента, потому что, ну, события такие происходят, где, наверное, нет до формализмов. Вот, сегодняшнее событие, как оно было услышано, оценено президентом? Ну, сейчас, извините. Вы знаете, ну, как? Ну, тут, действительно, тут в такой ситуации тяжело быть президентом, да, и тяжело быть госслужащим. Да, действительно, тяжело вести себя формально, дипломатично, размеренно, да, ну, потому что человеческие эмоции все побеждают, и уже невозможно сдерживаться, да. Но, ну, а что нам остается? А что нам остается, действительно, после, ну, после любой, даже самой жестокой, даже самой какой-то бесчеловечной войны, в любом случае будут переговоры, и, ну, в любом случае надо готовиться именно к этому. Поэтому, ну, что остается делать? Да, это все переживается очень тяжело. И, да, действительно, после каждой такой бучи, после каждого такого Краматорска все тяжелее и тяжелее сдерживать себя и быть президентом, а не быть человеком. Но, ну, а что, есть долг, да, и надо его исполнять. Сергей, последний вопрос вам задам. Вот в отношении мы, вся страна и весь мир за этот уже больше, чем месяц, слышала обращение президента Украины к разным парламентам. И парламентам многих стран, я не знаю, ведете ли вы подсчет, сколько этих обращений было, во скольких парламентах прозвучали речи президента Украины, обращения президента Украины. Ну, вот, возможно, есть какие-то вот ближайшие планы, которые уже сейчас можно озвучить, я имею в виду буквально на ближайшие дни? Вы знаете, да, они есть, они будут продолжаться. Единственное, что тут никакого секрета нет, но просто такая каша в голове, просто боюсь перепутать, извините, сейчас не хочу отвечать, чтобы не ошибиться. Да, да, понимаем. Спасибо большое, спасибо за время, спасибо за разговор. Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, был с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok